Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Снежана Журавлёва. Смотрите в этом выпуске. Глава города проинспектировал ветхие дома, подлежащие сносу. Новый учебный год не за горами. Все школы Югры подготовлены к первому сентября. И в Сургуте появится еще один крытый хоккейный корт. Осталось только снести. В четверг глава города Вадим Шувалов выехал с инспекцией на осмотр расселенных домов, подлежащих ликвидации. В частности, городоначальник побывал на улице Щепеткино. Из четырех домов, непригодных для жилья, расселено 45 семей. Однако сами когда-то жилые строения еще стоят. Всего в городе таких домов, подлежащих сносу, 56. Чтобы очистить от них территорию, необходимо 50 миллионов рублей. Таких денег, по словам чиновников, нет. Однако на первом же заседании Думы будет приниматься решение о выделении средств на снос хотя бы 12 бывших жилых зданий. Вместе с тем, пока территория не будет очищена, ее нельзя будет отдать под новое строительство. В Сургуте к концу этого года сдадут в эксплуатацию порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. Основной пик введения в эксплуатацию домов запланирован на начало осени. На встрече с губернатором округа глава города Вадим Шувалов заверил, что большую часть объектов сдадут до октября. Более того, у города есть резерв в 30 тысяч квадратных метров. Несмотря на нестабильность в экономике, Югра показывает положительную динамику в жилищном строительстве. По годовым планам очередной раз в автономии возведут миллион квадратов. Такая планка уже позволила значительно снизить цены на новостройки. Но даже несмотря на доступность жилья, не все сургутяне готовы сейчас вложить свои средства в покупку квартиры. В принципе, надо покупать, потому что лучше свое, чем снимать квартиру. Ну, немножко опасно, конечно, то, что сейчас доллар вырос. Говорят, что ситуация, к примеру, на следующий год еще, возможно, будет в худшую сторону. Поэтому, если есть свободные деньги, то лучше купить или, возможно, взять ипотеку. То есть, работа не у всех стабильна, деньги не всегда вовремя дают. Очень страшно, а цены вверх лезут. Вот. И думаете, не знаю, кушать купить, не знаю, квартиру купить. Мы работаем, да, у нас ничего, как бы, зарплате не поменялось. Поэтому, думаю, что ничего тут страшного нет. Мы тоже так же строим дом, и все замечательно. Сейчас, допустим, я почему не беру кредит, допустим, на квартиру, потому что, ну, как бы, ну, непонятная ситуация в стране. То есть, допустим, у нас организация довольно-таки взрослая, но мне, допустим, страшно. Я не, допустим, ну, как бы, не вижу уверенности в ней. То есть, как бы, так вот. Сейчас, как бы, такой вопрос стоит, что, как бы, залезть, а потом просто-напросто до последних штанов, грубо говоря, отдать все. В поселке Белый Яр открылся филиал многофункционального центра. В нем функционируют четыре окна. Специалисты готовы предоставить более трехсот услуг государственных и муниципальных органов власти. Ранее филиал в этом населенном пункте базировался не в своем помещении, поэтому работал не весь день. Теперь график функционирования более лояльный для жителей с восьми утра до восьми вечера. Более того, двери центра будут открыты и в субботу. Отмечу, что в этом филиале впервые вслед за Нижневартовском открыто отдельное окно для субъектов малого и среднего бизнеса. В нем предприниматели получат, помимо прочего, три новые услуги. Их проинформируют об актуальных мерах государственной поддержки, а также ситуации с возможными госзаказами. Немаловажная вещь, потому что многие даже не догадываются, какие там меры поддержки для предпринимателей сейчас существуют. И если ты приходишь сюда регистрировать, и тебе сразу рассказывают, на что ты можешь рассчитывать, потому что сейчас много программ поддержки именно существует для предпринимателей государственных. Это поможет развиваться, поможет развиваться быстрее. Ну а что такое, если развивается бизнес, он платит налоги, платит налоги, значит наш город, округ, страна, она становится богаче. Прощай оружие. Сургутяне за этот год сдали в полицию пять охотничьих ружей. Сегодня по распоряжению губернатора округа в Югре за добровольную сдачу огнестрельного оружия гражданам полагается вознаграждение. Ольга Нахаева продолжит. Хобби сургутянина Марата – рыбалка. Дома хранятся удочки и снасти. Когда в очередной поездке на природу он с друзьями обнаружил ружье, не растерялся и вызвал полицию. Я ездил на рыбалку с друзьями, смотрим, что под кусты лежит мешок, получается, ввертанный. Ну и решили посмотреть, что там находится. Ну увидели, вот оружие, ну сразу обратились, конечно, в ОВД, позвонили, конечно, по горячей линии. Объяснили, что ребят, в таком-таком километре, вот тот, вот тот он мы нашли. Вот ребята приехали, изъяли, ну и, соответственно, конечно, забрали с собой. За этот год в полицию принесли всего 5 единиц оружия. В основном это гражданские гладкоствольные ружья, которые были найдены сургутянами. Кстати, за добровольную сдачу гражданам полагается вознаграждение. За гладкоствольное оружие принесли как раз 5 единиц гладкоствольного оружия. По 2,5 тысячи рублей за боевое оружие, за любое, или за огнестрельное оружие с нарезным столом, 5 тысяч рублей будет выплачено. Кроме этого, за вознаграждение принимаются газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное оружие ограниченного поражения, патроны, порох. В полиции оружие проходит экспертизу, которая позволяет определить, пригодно ли оно для дальнейшего использования. Чаще всего старые испорченные ружья и пистолеты идут на утилизацию, как, например, Т-34, самое распространенное в России гладкоствольное охотничье ружье. Когда удается определить номер оружия, по нему находят и владельца. Если будет найден владелец этого оружия, то оружие, если будет пригодно, возвращается владельцу, но в этом случае он вознаграждение не получит человек. А если владелец не будет установлен, то оружие исправно, еще раз говорю, идет на реализацию, а неисправно идет на уничтожение. Найденное и исправное оружие, за которым не явился владелец, отправляется на реализацию в сургутские охотничьи магазины. В прошлом году в полицию принесли 8 единиц оружия. За ненадлежащее хранение его грозит административное наказание в виде штрафа до 2000 рублей. Ольга Нахаева, Борис Шибалдов, Дмитрий Наумов, Сургут Интерновости. На портале Госуслуг появилась новая вкладка. Теперь через интернет можно подать заявку для оформления лицензии на оружие. Чтобы получить разрешение на покупку ружья или пистолета, необходимо пройти обучение правилам безопасного обращения с оружием. В нашем городе это можно сделать в спортивно-охотничьем комплексе стендовой и пулевой стрельбы «Беркут». Также, чтобы получить лицензию, нужно предоставить медицинскую справку и доказать, что в вашем доме оружие будет храниться в сейфе. Все это проверяют сотрудники органов внутренних дел. Существует возможность подачи заявления на выдачу оружия через единый портал государственных услуг. Граждане могут это сделать, зайдя в свой личный кабинет на этом портале и подавать таким образом заявление. Кроме этого, подавать можно и на продление уже имеющегося разрешения и для приобретения второй, третьей, четвертой и пятой единицы оружия. В первый класс в этом году пойдут более 5000 малышей. Это на 500 человек больше по сравнению с прошлым годом. Больше всего 12 первых классов сформировали в новой 9-й школе 40-го микрорайона. По 10 классов малышей набрали в 5-й школе и в прогимназии. Отмечу, что всем ребятам, которые впервые пойдут в школу, бесплатно выдадут комплект учебников. Система образования в нашем городе обеспечила всех учеников первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов занятиями в первую смену. Таковы требования закона. В новом учебном году планируется сократить процент школьников, которым все же приходилось заниматься во вторую смену. Во вторую смену у нас должно обучаться около 36%. Вот эти три с небольшим процентом, поверьте, это очень серьезные мероприятия, которые мы с руководителями образовательных организаций спланировали и осуществили. Средняя зарплата педагога в нашем городе составляет чуть более 60 тысяч рублей. Все же в системе образования сохраняется кадровый дефицит. Свободными остаются более 40 вакансий. 10 из них – ставки учителей начальных классов, 11 – математики. Также не хватает преподавателей английского языка и физики. Сегодня ведется работа по подбору достойных квалифицированных педагогов для работы в школах Сургута. Государство также оказывает молодым учителям различные меры поддержки. Два года назад при поддержке главы города, депутатов Думы, мы приняли решение о компенсации затрат на съемное жилье для молодых педагогов. Извините, для отдельных педагогов. Это учителя физики, математики, учителя начальной школы. И я хочу вам сказать, что мы получили в систему более 100 педагогов с других территорий России. В Югре 100% образовательных организаций готовы к новому учебному году. На все учреждения разработаны паспорта антитеррористической защищенности. Система оповещения пожарного и аварийного освещения школ и детских садов на требуемом уровне. С сентября доля обучающихся во вторую смену снизится с 25 до 22%. Таким образом, во вторую смену в Югре останутся заниматься почти 44 тысячи человек. В то же время специалисты прогнозируют, что пойдут в школу и садик в этом году почти 200 тысяч человек. Добавлю, для подготовки всех образовательных организаций округа к новому учебному году было направлено порядка миллиарда рублей. Заморские овощи на сургутских грядках. Среди работников и пенсионеров общества «Сургутнефтегаз» прошла выставка-конкурс «Урожай-2016». Это ежегодный традиционный праздник демонстрации дачных достижений. Нашли чем удивить и участники этого года. Екатерина Любешева продолжит тему. Никакого обмана. Все действительно с северных грядок. В этом году в преддверии урожайного на призы праздника жюри объехали несколько фазент, чтобы лично убедиться. Все росло и за всем ухаживали. Ничего из экспонатов не куплено в соседней палатке. С какими растениями приходится больше разговаривать, чтобы они прорастли лучше? Помидоры, огурцы, овощи в основном. Без допинга сплошные витамины. Сияла изобилием экспозиция, посвященная Олимпиаде. Здесь и огурцы, и вольные борцы, и кабачок, российский качок, и много другого спортивного креатива. Каждый из 18 участников украшал свой стол кто во что гораст. Приятно еще видеть, что у нас уже профессиональные дачники есть, которые, вот я уже на протяжении 10-х год председателем жюри, и некоторых вижу постоянно. Поэтому тем, кто здесь удачной победы, тем, кто не выставлялся удачного урожая, нынче год нам позволил, кто потрудился, получить хороший урожай. Поэтому с очередным праздником. Работа у жюри сложная, но приятная. За каждым столом встречают хлебом и зрелищами, а точнее пирогами, разносолами и частушками. Иногда рэпом, как Андрей Кондратко. Он, кстати, в пух и прах разбил стереотип о том, что садоводством могут быть увлечены лишь женщины и пенсионеры. Днем строим, вечером выращиваем. Для нас самое главное участие, потому что мы участвуем каждый год. Мы любители, любим дачу. Когда уйдем на пенсию, будем уже соперничать наравне со всеми. Интерес 100% аудитории был завоеван рябушкой и ее цыплятами. Такая живность на выставке представлена впервые. Мне тяжело, если курица есть, цыплята растут вместе с курочкой и очень легко. Первый раз участвую, согласилась, аж переживаю, не знаю как. Многим дачных дел мастерам в пору присваивать разряд. Из года в год они пытаются вырастить в северных условиях что-то новое, необычное, яркое. Юрий Шорин принес необычный сорт томатов – виноградная лоза. Огородные эксперименты они с женой Надеждой ставят ежегодно. Я сама такой плод первый раз вижу, это лагинарий гранат. Она очень большая, ли она такая, под 4 метра высотой растет. Листья похожие на огурцы, такая вот она. Ну и интересный плод мне это самое. Я первый раз такой тоже вижу. Плод мамардика. У него вкус дыни, он очень вкусный в этом, в своем. Ну, горьковатый, но вкусный. Очень много полезных свойств в этой мамардике. А он лечит от сахарного диабета и много-много болезней вылечивает. Вот это вот необычный сорт помидор. Козабалыцкий, я тоже первый раз встретилась с этим сортом. Он, знаете как, растет, его не надо ни посынковать, ни подвязывать, ничего не надо. Он лежа, вот вырос такой вот с полметра, ложится сам прям, вот ложится. И все плоды, все у него наверху. Однако удача семейной паре улыбнулась в другой номинации – многообразие цветов. А в категории многообразие овощей лучшей стала Дина Курносова. Так получилось, что она самая молодая участница урожая 2016. Однако дачу она предпочла всем барам и клубам. Проводят там практически все свободное от работы время. Это семейное. На дачу приезжаем не только отдыхать, но иногда поработать. А когда работаешь с душой, ну и не так тяжело. Пришла любовь к даче недавно. Не знаю почему, но как-то вот потянула к земле. Удовольствие доставляет, результат есть. Так что будем продолжать, будем получать новые результаты, стараться ставить цели новые и, естественно, их достигать. В этом году погода поспособствовала креативу. Овощей выросло так много, что хоть на голове их носи. Обладательница такой чудо-шляпы и стала безоговорочной победительницей праздника урожая. Это Зоя Чубина из производственно-технической фирмы «Сургутнефтетранссервис». Екатерина Любешева, Денис Зонов. Сургут. Интерновости. Погода в югре портится. В ближайшие дни в Сургуте и поселениях района температура воздуха пойдет на снижение. Уже через неделю столбик термометра опустится до 6 градусов. В последние дни лета в течение суток ожидаются грозы. Днем местами сильные дожди, ветер порывами до 15 метров в секунду. По данным синоптиков Гидрометеобюро, такая погода вызвана приходом в наши края более холодной воздушной массы, пришедшей с северо-запада. И 26 числа температура ожидается ночью около 17, днем 22 градуса. И потом с 27 по 31 число дневные температуры будут в пределах 14-16 градусов, а ночью 10-12 градусов. Новый 50-метровый бассейн после открытия будет передан в оперативное управление детской и юношеской спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп». На его базе не будут открывать новые учреждения в целях оптимизации бюджетных средств. Таким образом, с дюшора «Олимп» будет иметь в своем ведении три объекта – спортивный комплекс «Геолог», плавательный бассейн «Водолей» и, соответственно, самый большой бассейн «Сургута». Плавательный бассейн 50-метровый – это объект, который совместно строится за счет средств бюджета округа и частично за счет средств города. Сдача данного объекта планируется в декабре 2016 года. Объект включает в себя 50-метровый бассейн, 25-метровый бассейн, тренажерный зал, восстановительный центр и зал сухого плавания. Окрытый ледовый корт, который также в скором времени появится в нашем городе, в утренние часы откроет свои двери для хоккеистов из Центра физической подготовки «Надежда». У спортсменов будет возможность проводить тренировки не на улице, а в теплом, комфортном помещении. В более востребованное вечернее время в выходные дни покататься на коньках смогут все желающие. Для удобства посетителей будет составлено расписание. Ледовый корт будет работать для сургутян и гостей города круглогодично. Давно ведутся разговоры с частными инвесторами. Приходили, и не раз приходили люди из бизнеса, ребята из бизнеса, которые неравнодушны к хоккею. У нас в городе Сургуте проводится чемпионат города среди любительских команд, чемпионат города среди ветеранов. Есть любительские просто команды. В Ледовом дворце спорта занято время вплоть до часу ночи. Ребята играют, взрослые мужчины и после школы, и кто после работы. А на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Быстро найти любую информацию. Играть с друзьями по сети. Или смотреть фильмы. Метросеть. Интернет как вам нравится. С 15 августа до 15 сентября Сипромстрой снижает цены. Квартира-студия от полутора миллионов рублей. Однокомнатная квартира 49 квадратных метров от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Двухкомнатная 72 квадратных метра 2 миллиона 820 тысяч рублей. Телефон отдела продаж 600 190. Компания Сипромстрой. После школы только домой. Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный «Изумруд», сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд», улица Энтузиастов, 6. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСН, 3, 2, телефон 3763-77. В Солене-Коллизионе распродажи зимней коллекции. Скидка до 70%. До конца августа беспроцентная рассрочка. Солене-Коллизионе. То, что действительно модно. И о погоде на 26 августа. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Генеральный партнер прогноза погоды компания «Еломет». Боль в суставах и спине, отеки и воспаления. Это выбивает из жизненного ритма. Хорошо, что есть «Алмаг-01». Магнитное поле «Алмага» может помочь устранить боль и воспаление. Он прост в использовании. В августе успейте купить «Алмаг-01» по низкой цене в бережных аптеках, аптеках от склада и Экона. 16 лет домашней медицинской практики с достойными результатами – это показатель качества и высокой потребительской оценки. В пятницу погоду в Западной Сибири обусловит циклонический вихрь, сопровождаемый полями разрозненных дождевых туч. Если юго-восток региона еще остается в аномальном тепле, то в северо-западные районы начнут прорываться холодные массы арктического происхождения. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность, преимущественно без осадков, возможен туман. Ветер западный 3,8 м в секунду. Температура воздуха плюс 13-18. Утром переменная облачность без существенных осадков. На столбиках термометров 19-22 градуса тепла. Днем переменная облачность, местами не исключен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 4,9 м в секунду. При грозе порывистый. Температура плюс 24-29. В салонах обуви «Саламандр» большая распродажа. Скидки до 50%, а также новое поступление школьной обуви для мальчиков и девочек от 32-го размера. Саламандр – это стиль, качество, чувство уверенности. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составить 750 миллиметров ртутного столба. Ого! Вот это да! Не может быть! В «Карапузе» может! Самая низкая цена в городе на подгузники и влажные детские салфетки. Приятная неожиданность! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам хорошего вечера. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова